Всем здарова, я снова на проекте Смотра Рэйдж и сегодня я отыграл, ну точнее в общем за все время я отыграл уже 101 час на сервере, на новом аккаунте И сегодня расскажу вообще, что у меня из этого получилось, сколько денег я нафармил, где я их фармил, обо всем как вы понимаете расскажу Кстати дождь с абсолютно почти чистого неба, по-моему так не должно быть, ну ладно Как вы помните изначально я начинал рубрику с того, что я с полного нуля, без доната, без випок, без всего, решил дойти до этого шилбаря за неделю Потому что опять же изначально у меня разраб спросил, Жека, насколько сложно все-таки заработать 10 миллионов Потому что все тачки начинаются примерно от 10 миллионов на сервере, ну нормальные в смысле адекватные с максималкой 330 Красивые, с прикольным тюнингом, с прикольной внешкой, например, как вот этот шилбарь, я его купил полностью затюненным даже по внешке за 11,5 миллионов То есть продам я его примерно за 12 все-таки, потому что я на него поставил еще другие диски, перламутр, цвет, спойлер, другой выхлоп, короче, да И да, за неделю я очень легко нафармил наш шилбарь, вообще в принципе не обращая на это внимания, просто играл, страдал херней, лутался, охотился Ни на каких работах я не работал, потому что такси сама по себе работа мертвая Кстати, да, опять же, когда мы общались с разрабами, они сказали то, что да, такси нужно переделать Они прекрасно осознают то, что с таксой есть серьезная проблема Работа очень скучная, они то ли хотели добавить туда новые тачки, это все надо балансить, короче, да Такси, как и многие другие работы, требовали переработки, требуют Короче, если итог подводить, по этому поводу на лутерстве и охоте 10 миллионов поднять легко На любых других работах новичку 10 миллионов поднять очень нелегко Потому что надо сдавать на права на автобус, на права на дальнобой, там качать 10 ранг Если у вас нет випки, там с этим проблема, если у вас есть випка, то окей, еще более-менее нормально В принципе можно пожить на сервере И после того, как я нафармил деньги на шилбарь, разумеется, я не хотел останавливаться Но цели прям именно фармить у меня уже не было, у меня была цель именно играть И вот сегодня я вам расскажу, сколько у меня получилось нафармить за эти 100 часов И чем я в основном занимался В основном, если честно, я вообще не фармил Потому что если заниматься нон-стоп фармом и прям реально пытаться зарабатывать деньги просто с утра до вечера То у меня бы было уже миллионов, ну, наверное, миллионов 70 у меня бы уже было только на охоте Потому что там каждый час, если прям задрачивать охоту То можно выносить каждый час по 600-700к, про это прекрасно все знают А сейчас я уже даже поставил траву на ультра, то есть я не собираюсь охотиться Потому что с травой на ультрах вы просто не будете замечать животных Так вот, если посчитать, что у меня есть за 100 часов У меня есть шелбарь, я себе купил как раз мотоцикл для охоты И у меня есть Нива Давайте начнем пока что с другого С чего мы начнем? Это то, что у меня есть мой рюкзак не за донат, который я покупал Я покупал его за валюту у чувака, который задонатил Этот рюкзак я смогу продать за 3 миллиона И в Ниве у меня вот есть походный рюкзак, который можно продать примерно за миллион Но я продам его тысяч, наверное, за 500 Потому что еще этот Адидас на 16 слотов, который у меня тоже есть Я его надевать не буду, чтобы износ не шел Его можно продать за 2,5 То есть у меня рюкзаков сейчас на 6 миллионов Давайте так очень легко считать Рюкзаков на 6 миллионов у меня Плюс дом, который мне уже в принципе вообще не нужен Потому что я, опять же, купил все те тачки, которые я хотел И потом, если что, возьму дом в аренду Дом можно продать за 4 миллиона То есть рюкзаки и дом это еще 10 миллионов Ровно, кстати, вот прям ровно 10 миллионов Там может рюкзак чуть-чуть подороже продам Может дом чуть-чуть подешевле продам Короче, 10 миллионов Итого у меня 12 миллионов на руках Плюс 10 миллионов это 22 миллиона Плюс мотоцикл 3 миллиона Я его продам за 3 миллиона Потому что он у меня ФТшный А слив у него 2,7 По-моему, если я не ошибаюсь Ну, короче, за треху его прям вообще нормально можно толкнуть Опять же, даже кому-то из банды Кто собирается охотиться Потому что это достаточно популярный мотоцикл Который, кстати, очень круто едет по горам, по полям Я про него уже рассказывал Показывал, разумеется, как он едет Это еще 3 миллиона И я нахуй сбился 22 плюс 3 это 25 миллионов И плюс шелбарь И я опять же говорю то, что могу продать за 12 миллионов То есть, если я сейчас продаю все свое имущество Которое мне, в принципе, не нужно Ну, сначала продать мотоцикл Потом купить какую-нибудь дрифтовую тачку Короче, не суть Сейчас у меня имущество на 37 миллионов И в чем проблема? Я не собираюсь вообще ничего продавать Ничего покупать Потому что меня очень сильно устраивает шелбарь Я даже иногда охотился не на мотоцикле А просто катался на шелбаре Если делал это днем Для того, чтобы его оставлять И выебываться перед другими людьми Этим шелбарем Потому что мне и другим людям Реально нравится, как он едет Кстати, да Показать чипец на него Прямо сейчас поеду Покажу Потому что мне сегодня уже несколько человек Написали по поводу чипа на шелбарь И на стриме, кстати, тоже Челики, когда видели, как он едет Говорили то, что я не замечал Тут посмотрел Тут то, что едет А он вообще мега охуенно Настроил я его очень странно Настраивал я его очень Настраивал я его очень мало по времени Там, если что, Максимка проехал Я с ним поздоровался И вообще на отъебись Настраивал параметры Я думаю, вы видели в видосах И на стриме, как он едет Поэтому чипец реально хороший Его можно очень легко доработать Как вам надо И кататься прям в удовольствие Вот тормоза Показал трансмиссию Колеса Тут очень забавно Очень странно Потому что схождение Развал И кастор я поставил Вот на такой параметр У меня задние колеса Кстати, боковую силу сцепления Можно вообще где-то 15 поставить Но сейчас, да Опять начался дождь Все идет по пизде Короче Сила подвески 3 Интенсивность 0.6 Да, и максимальная Минимальная высота Мне пришлось поставить такую Потому что если ставить разную То очень сильно Загибает Задирает перед Хотя и сейчас Достаточно сильно Перед Поднимается Жопа садится Но если сбоку Не смотреть во время езды То в принципе едет Он вообще очень круто А почему у меня боковая сила сцепления Стояла 27 Это очень странно Я потому что на новых чипах Начал ставить меньше Чем меньше Боковая сила сцепления Тем, короче, лучше рулится тачка 27 нужно ставить На дрифтовых корчах Для того, чтобы они держали Очень маленький угол Это да Там есть такое На шелбаре Я вот не знаю Почему стоят такие параметры Короче, берите этот чипет Настраивайте До Настраивайте его Это примерно Кстати, да По поводу задних колес Сейчас остановлюсь Покажу Так, вот что-нибудь ровное Да нет Даже если не на ровной поверхности И так видно Если говорить про законы физики То он должен как-то Хуёве Начать рулиться Хотя, с другой стороны Если я поворачиваю налево То всё колесо правое Начало Короче, не знаю Я такие настройки Никогда не делал Но шелбар Начал ехать нормально Так вот Я не собираюсь себе Покупать вообще Абсолютно Никакую другую тачку Я, наверное Буду сразу Копить до Вейрона Или сви джея Потому что Чтобы быстро кататься По миру По горам У меня есть мотоцикл Чтобы просто Кайфово С максималкой 330 кататься У меня есть Шелбарь И ничего другого В принципе Мне не нужно Может быть В обнове Какую-нибудь Мега охуенную тачку Добавят По поводу обновы И пилотов Кстати Рассказывал В последнем видосе Он никому не попал В реке И никому не пришло Уведомления Видос вообще умер Нахуй Хотя там Достаточно много Интересной информации Было Поэтому да Если что вам Пилоты вдруг Интересны И что происходит С бандой Там по поводу Мест всей этой хуйни И по поводу Обновы Кстати Я там кое-что Нарассказывал Дите смотрите Тот видос обязательно Вот В обнове Мне показали Только одну треть От тачек И из тех тачек Которые показали Я наверное Ничего себе Покупать все-таки Не стану Но там будет Еще куча тачек Которые мне не показали Которые еще Дорабатываются Готовятся А вот там Наверное Если что-нибудь Миллионов за 50 Добавят Прям мега крутейшее Ну может за 35 За 40 Я может куплю Сразу с госа Сам затюню Да вот кстати Пишут то что Уже 3 дня Как будто что-то С животными Животных очень мало Но с другой стороны Если посмотреть На киллфит То вроде Все неплохо С животными Да Их прям неплохо Убивают Опять же Где я буду фармить Я опять буду охотиться Лутаться И летать на пилотах Потому что пилоты Вообще имба Скорее всего Кстати да Само собой Я еще прокачаю ранг На дальнобоях Потому что дальнобои Тоже имба Раз у меня Теперь есть випка На дальнобоях С випкой Прям кайф работать Весь Всему серверу Я прорекламил Охоту Лут И пилотов Поэтому мне даже Чел говорил Спасибо Жек При 500 онлайна На дальнобоях Никого нет Короче все заказы Свободные Поэтому продолжай В том же духе А я буду кататься На дальнобоях Поэтому да Скоро я скорее всего Пойду еще и на дальнобоях Все остальные работы Для меня Не имеют никакого смысла Для вас Они тоже не имеют Никакого смысла Автобусник имба Но автобусник Слишком Скучно Я разговаривал с Эдиком Он сказал то что Были Знаешь Жека Времена И сервера Где я успел Уже накататься На автобусниках Я ему говорю Как же я тебя Все таки понимаю Да На автобусниках Мы уже успели Накататься Они уже успели Нас заебать Потому что всю жизнь Работали мы на этих Автобусах ваших По поводу охоты Опять же Да я кстати Говорю то что Я страдаю Хуйней на сервере Я вообще почти Не формлю Я помогаю новичкам Общаюсь с новичками Просто могу взять мотоцикл Объехать всю карту Посмотреть сколько там животных Я тут случайно В 4 утра попал на рестарт Хотя рестарты обычно В 3 часа утра Ну в 3 часа ночи Получается утро С 4 до наступает И тут я просто Ровно в 4 захожу А сервер закрыт Я такой О это походу рестарт Ну и пошел Поохотился И за часик с хуем Пока объездил Все места Как раз заработал Еще миллион То есть я реально Я не формлю Я формлю только Когда ну прям Вот хочется Я на пилотах Если что ранг Все еще не прокачал Чтоб вы понимали У меня вот Я только один заказ Отлетал после прошлого видоса Потому что я просто играю Чилю общаюсь Развлекаюсь Иногда в казике Пойду солью Подниму немного бабла То есть да Я вообще почти Не занимаюсь охотой И всей вот этой хуйней За 100 часов Заработал 37 миллионов Я не знаю Много это или нет По моему Вполне достаточно Потому что Если бы я работал Чисто в таксе Или стоял бы рыбачил То мне бы все 100 часов Пришлось именно Работать в таксе Или рыбачить Для того чтобы заработать Столько бабла А это была бы смерть А ну да Еще кстати можно взять Казик В учет Мне каждый день Все таки падает Реально с казика нормально Мне выпало за все это время И с казика Всего лишь одна шмотка Бронежилет Все остальное время 300 тысяч 6 золотых слитков 3 золотых слитка И полмиллиона Ну короче 300 тысяч Минимум падает с казика Казик я разумеется Кручу каждый день Поэтому да Учитывайте еще то Что я не все это наформил Я много бабла поднял В казике На крутилке И еще примерно 600 тысяч За последние 3 дня Я поднял в казике Так просто Мне каждый раз Короче Чтоб вы понимали Выпадает полмиллиона Я 200 тысяч Из этого ставлю на красное И каждый день 3 дня подряд Ухожу в плюс Еще на 200 тысяч То есть я каждый день С казика По 700 косарей лутаю Мне реально очень сильно везет А ну и да Рыбалочка тоже имба Конечно же пока там Лазишь в фотошопе Или монтируешь видос Постоять порыбачить Иногда Полутать животных Которые рядом Респавнятся Это конечно тоже Святое дело Рыбалку на сервере Никто не отменял Рыбалку после Новой обновы Тем более Никто отменять не будет Просто небольшой вам Спойлерок Ну и да Самое важное Это я забыл рассказать Наверное Половину суммы Из той Которая у меня есть Я заработал Просто на перепродаже Рюкзаков Я катался по серверу Искал чуваков Которые продают Рюкзаки В дискорде Самый первый Писал Мне чуваки из банды Продавали рюкзаки В итоге в основном Я всегда делаю так Покупаю рюкзак За примерно 300-400-500 косарей 16-ти слотовый И продаю его В этот же день За 2,7-2,5 миллиона И таких сделок У меня было Наверное уже Штук 7 У меня вот сейчас Три рюкзака В инвентаре И я уже даже В дискорд Не скидываю Скрины То что продам Рюкзаки Потому что У меня просто Заебало это делать Слишком легко Деньги фармятся Если будет возможность То позанимаюсь Перекупством Еще А сейчас Я не хочу это делать Просто играю В удовольствие Потому что Бабла и так Нафармил дохуя Всех люблю Всем спасибо То что смотрели И всем пока Не забывайте Ставить лайки И подписываться на канал Субтитры сделал DimaTorzok